Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Помогите, пожалуйста, справиться с паническими атаками, пишите вы. Надежда, если панические атаки сильные, то вам лучше бы все-таки обратиться к врачу по этому поводу. Он вам поможет немножко стабилизировать ваше состояние, чтобы вы смогли начать заниматься психотерапией. Либо же, поскольку вы беременны или сейчас уже внебеременны, я не очень понял этот момент. Вот. Ага, значит, лучше все-таки продолжать окончание беременности. Но я так понял, что вы уже не беременны, поэтому вам можно и нужно обращаться к врачу и после начинать работу над собой. Дальше. Мой стал постоянно проводить время с другом, потом начал ходить из дома. Раньше такого не было. Потом я узнал, что он искал отношения на стороне, сидел на сайтах с ногом. Мне было очень больно. Смотрите. Это показывает и демонстрирует то, что контакта между вами и вашим мужем нет. Он не глубокий был. Скорее всего, вы не воспринимали друг друга как личную личность. Потому что очевидно, что муж отреагировал на ваши изменения несколько поверхностно. И вы тоже отреагировали на его изменения также несколько поверхностно. Вот. Что я имею в виду? Значит, вот вы пишите, что... Ну, вы пишите про беременность. И беременность ведь это серьезный шаг. И делается это... Ну, если у вас это произошло не случайно, об этом ничего не пишите. Вот. Хотя я думаю, что случайностей не бывает. Вот. Беременность это довольно осознанный, серьезный шаг. Происходящий, когда люди готовы стать родителями. То есть, когда люди ощущают наличие избытка в себе. Да. Вот. И чувствуют, что готовы передавать как-то опыт. Да. Передавать как-то вот... Дарить там любовь, заботу и так далее. Вот. Очень важно, чтобы была консолидация отношений вашего мужа и вас к беременности. Чтобы вы были едины в этом. Поэтому давайте вот мы с вами начнем именно с этого. Как к беременности относились вы, как муж? Как вы пришли к идее завести ребенка? Дальше. То, что муж стал проводить время с другом, начал ходить из дома. Раньше такого не было. Вот. И вы узнали, что он сидит на свете на гос. Вам было больно. А от чего? От того, что вы как будто бы свели всю свою роль к матери. Ну вот. Или к жених. Как будто бы никак больше вы себя не проявляете. Понимаете? В чем штука? И поэтому вам больно. Потому что муж вот в этих ролях вас обесценивал. Да? Ну потому что вы изменились. Если вот отношения выстраиваются только на основе взаимодействия мужчины и женщины. То они же выстраиваются на чем? На привлекательности мужчины и женщины. Ну и соответственно, если женщина становится беременна, и в этом нет никакого осознавания принятия, если нет осознанности того, что происходит, то в глазах мужчины такая женщина теряет привлекательность. Потому что, ну, как бы, она как женщина перестает, станет становиться менее привлекательной. Но если есть личностный контакт, если есть осознавание того, что мы делаем, к чему мы идем и так далее, то это проходит незаметно. И симпатия, страсть, влечение, все это не осознавает, потому что черпает свой ресурс из других сфер. У вас этих других сфер как будто бы нет. Отсюда боль. Да? Отсюда боль. И это поверхностное выстраивание отношений с мужем, а значит поверхностное отношение с самой собой. Как вы себя воспринимаете, как вы себя видите, как вы к себе относитесь? Большой вопрос. Я его простила, потому что не знала, как буду без него жить, да ипотеку недавно взяли. То есть, по сути, вы его не простили. То есть, не приняли, не поняли его действий. А это было вынужденное, жертвенное решение, получается. Ну так это не прощение. Вы просто пытаетесь в данном случае залатать дыры невозможностью опереться на себя. Да? Вот. И, как бы сказать, нежелание терять инвестиции. То есть, вот, как бы, вы воспринимаете это как инвестиции. Типа, вот мы складывали, правильно, да, и все, как теперь это все разрушено. Вот. Это не прощение. И когда вы говорите, значит, что вас мучают страхи, вот, и так далее, то, собственно, чего вы боитесь? Боитесь, что станете ему ненужными. И, соответственно, непонятно, как вы будете жить. Так, а что же вам мешает прямо сейчас выстраивать этот фундамент для того, чтобы в случае чего жить без него? Это первое, да? Вот. И второй момент, это, ну, очевидно, какие-то подавленные чувства в связи с этой ситуацией. Потому что, ведь, как я понял, ничего не было. Вот. Это подавленные чувства, которые вы, вероятно, не прожили. Вот. Может быть, злость, может быть, что-то еще. Вот, что вы не выразили. Поэтому, это тоже нужно выразить. А что касается мыслей, вот, то они отражения, отражения ваших чувств, ну, ваших чувств, да. Вот. И, соответственно, выражая свои чувства, вот, эмоционируя, так сказать, я думаю, что характер ваших мыслей тоже будет меняться. Вот. Поэтому, обращайтесь к врачу, выбирайте себе психолога для работы и начинайте менять свою жизнь. Всего вам самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Вот.